В скором времени в автобусах, троллейбусах и маршрутных такси могут появиться кондиционеры. Как сейчас обстоят дела, мы решили выяснить на собственном примере и стали для этого пассажирами. На улице плюс 27. В душном замкнутом пространстве не спасают даже открытые окна, хотя именно у них стараются занять места пассажиры. Горячий ветер хоть и обдувает, но не спасает от жары. Вам комфортно в общественном транспорте в такой же области? И кондиционер нужен? Ну конечно. Хотелось бы что-то усовершенствованное, чтобы было. Не совсем комфортно. Жарко очень. Ну выбора нет. Ну как? Как и всем людям. Даже мне. Большинство людей выступают за то, чтобы кондиционеры в общественном транспорте появились. Но есть и те, кто против этого нововведения. Наталья Николаева – мама двоих детей. Она постоянно отвозит сына и дочь в школу и забирает из школы на троллейбусе или автобусе. И с трудом представляет, как они будут переносить разницу температур в случае установки кондиционеров. Вы ездили в экспрессе в Москву с кондиционером. Летом с ребенком. Это невероятно. Холодно, невероятно некомфортно за 700 рублей. Я понимаю, что если поставить кондиционер в троллейбусе, будет такая же ерунда. Что отключить и отрегулировать это будет нельзя. И летом после вот такой жары я буду заходить в кондиционированное пространство. После этого я буду три недели болеть. Ну, не я, я имею в виду дети. Тем не менее, Минтранс уже внес изменения в стандарт транспортного обслуживания. Согласно новым нормам, в общественном транспорте должен быть и кондиционер, и печка. При этом параметры температурного режима не изменились. Они по-прежнему должны составлять не менее плюс 12 градусов и не более плюс 25. При среднесуточной температуре выше 20 градусов. Еще одно нововведение гласит, стоя могут ездить лишь три человека на один квадратный метр. Раньше число достигало пяти. На данный момент этот стандарт носит рекомендательный характер. Мария Руда и Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».